Друзья, всем привет! Это прямой эфир Instagram. Если вы смотрите это видео с нашего канала на youtube, у вас все ссылки под этим видео. А для всех, кто смотрит в Instagram, у вас все ссылки наоборот вверху над лентой. Друзья, всем привет! Еще раз всем доброго времени суток. Я вижу, что уже получили сообщение и присоединяются. Маленькое объявление сначала, что сейчас происходит. У нас сегодня наша рубрика «Вещи сны в ночь на пятницу». То, что мы обычно делаем как пост и внизу общаемся. А сегодня мы сделаем это в видеоформате. Ваши вопросы, мои ответы. Ой, полетели, раз вы уже написали мне. Что означает у вас не двое белых мышей в клетке? Мыши сами по себе, как символ, это мелкие пакостники. Это какие-то люди, которые находятся где-то рядом в вашем окружении. Но они ничего плохого особенно не могут сделать. Просто потому, что у них нет для этого возможностей. Потому что они в каком-то смысле маленькие. Вот когда снится крыса, это уже серьезнее. Потому что крыса реально может и что-то испортить в жизни, и она может укусить, навредить и так далее. А мыши это мелкие пакостники. Но у вас здесь совокупность символов. Белая мышь. Белая мышь. То есть это, по сути, что-то совершенно безобидное. Вот белый цвет, он обычно, у животных, да, он обычно каким-то образом указывает на то, что человек все-таки ваш друг. И у вас здесь как симбиоз символов. С одной стороны, это ваши какие-то друзья, которым в принципе-то можно доверять. С другой стороны, им почему-то иногда удается вам напакостить. То, что животное в клетке, это ограничение действия животного. Вот любой персонаж, который вам приснится, если он во сне в клетке, это значит, что он ограничен в каких-то своих действиях. Обычно клетки снятся в таких сюжетах сновидений. Но это я уже беру статистику с нашего проекта. Вы же знаете, что у нас самая большая в мире база сбывшихся снов. Обычно в сюжетах снов снятся клетки, которые указывают на то, что человек что-то хочет кому-то сделать, но его что-то сдерживает. Например, если это будет, ну, тоже пример из тех снов, которые сбылись. Клетка где-то как в тюрьме, или в суде, или в социуме. Это значит, что юридически вы будете каким-то образом защищены от людей, которые могут действовать против вас. Ну, раз уж пришлось, я расскажу это в дополнение. Так, полетели дальше. Сейчас буду искать какую-нибудь... Смело заправляла белую нитку в иголку. Иголка большая. Нитки и иголки. Вот смотрите, все, что связано с символикой нитей, это могут быть веревки. Ну, то есть большая нить, да, я утрирую. Это могут быть провода, тоже нечто длинное. Это всегда какие-то связи с другими людьми. Вот это общая характеристика. Но если вы ее запомните, для вас контекст сна в большей степени будет похож. Ой, фу, в большей степени будет понять. Заговариваюсь. То есть, нить, это тоже связь с кем-то, с кем-то, обычно с кем-то. То, что игла... Игла, она очень часто, игла, игла, из-за того, что она острая, и о нее можно пораниться, она очень часто точно так же означает какие-то острые моменты в отношениях, когда один другого может уколоть, то есть что-то обидное сказать или что-то сделать и поранить этим. Ну, это образно, это символика, да. Если игла в положительной интерпретации во сне, то есть вы с помощью иглы что-то можете сделать хорошее, полезное, это надо учитывать. Всегда весь контекст сна нужно учитывать. Это значит, что какие-то отношения вы планируете восстановить или наладить, потому что вы белую нить, белая, вот для предыдущего комментария здесь та же самая характеристика. Белый это в основном положительная характеристика, только очень напряженный белый такой, знаете, когда снится белый цвет в чем-то, и от него просто идет такая вибрация. Во снах это чувствуется напряжение. Вот это будет означать, что может быть положительный момент, но будет какое-то напряжение в чем-то. Ну и дальше уже учитывая тоже весь контекст сна. Но в основном белый это всегда хорошая положительная характеристика, то есть вы с кем-то хотите наладить отношения и делаете для этого что-то сознательно со своей стороны. Поэтому вы сами, вот смотрите, у кого у вас неактивное действие, тот предпримет точно так же что-то в жизни. Потому что иногда ситуации, они могут быть сведены к пассивному участию. Вы просто не мешаете что-то сделать с собой, если понимаете, что вам это пойдет на пользу. Я тут тоже не могу не сказать. Ведите дневники снов. Ведите. Если, понимаете, мы живем в мире, где все связано. Все связаны и все связано. Хотите вы этого или нет, понимаете вы природу этих вещей или нет, все мы связаны. Судьбами, жизнями, причинно-следственными связями. Тем, что мы делаем и что в результате получается. Кому мы помогаем, кому мы мешаем. Это все связано. Все узлы придется рано или поздно развязать, если вы их завязали. Если вас кто-то обидел, все равно к нему это придет бумерангом. Это называется кармой. И в хорошем, и в плохом смысле. Принимаете вы это понятие о философии жизни или нет, все равно каждый человек пишет свою историю. Эта история, мы так выражаемся, она написана на скрижалях. На скрижалях времени. В какой-то момент причины поступков, решений человека, того, что он говорит, того, что он делает, они остаются как бы на этих скрижалях. Если человек что-то сделал неправильно, он потом все равно это вынужден будет исправить. К чему я это говорю? В нашем мире все взаимосвязано. Все. И человек имеет встроенную внутри способность воспринимать осознанно все, что с ним происходит. Через сны вы можете получить любую информацию. Здесь я оговорюсь. Любую информацию о себе. Потому что любую информацию о других, это нужны более высокие уровни. Для этого нужна практика. Так как для более широкой аудитории это понятие более приемлемо, то я скажу, что вы любую информацию о себе можете получить. О состоянии вашего здоровья. О том, что вам лучше сделать, а что лучше не сделать. Вы можете напрямую вашему подсознанию задавать эти вопросы. И вы получите ответы во снах. И этот механизм встроенный вашего подсознания это лучший советник и советчик. Почему? Потому что он учтет вашу личную историю, ваши личные возможности в данный момент времени при развитии определенных ситуаций, включая внешние факторы. И даже то, что не может ни один аналитик в мире учесть. Потому что аналитики пользуются базами данных прошлого. Это тоже хорошая система. Она рациональная. Потому что в нашем мире все подчиняется каким-то законам. Если кто-то себе придумывает в уме, в своем, что что-то само по себе случается, ничего не случается само по себе. Ничего. Просто может быть вы не обращали внимание. Все зависит от того, что человек делал. Если он ничего не делал, будет случаться что-то само. Но обычно это что-то, оно не очень хорошее. Когда у вас налажена вот эта связь с вашим подсознанием, вы можете получать любые ответы. Но для того, чтобы эту связь восстановить, чтобы она была нормальной. Я не говорю хорошей. Нормальной. Потому что она изначально была нормальной. В детстве все видят сны. Все им доверяют. Все понимают на интуитивном хотя бы уровне, что там происходит. Потом блокировка происходит этого. Из-за того, что человек не понимает, что ему снится. Вы уже оказались на этом проекте. Вы разберетесь с тем, что здесь есть, с теми знаниями, с той базой, которая здесь есть, что вам снится. Просто ведите свои дневники снов. Вы отследите свою личную символику. Что означает тот или иной символ или персонаж сна или сюжет сновидения. Вот когда вам снится определенный сюжет, он в разных интерпретациях повторяется. Вы определите для себя, что это означает для вас. Вы будете знать потом, на что, как реагировать. Очень важными являются сны, в которых вы видите финал сновидения, но понимаете, что там была какая-то тревога. Потому что когда человек знает, чем закончится та или иная ситуация, он не нарушает целостность своего тела. Потому что когда любой человек находится в стрессовой ситуации, он вредит своему телу тем, что на энергетическом уровне идет отток и повреждения. А потом на физическом уровне человек начинает болеть. Это происходит так. Осознает это человек или не осознает, это тоже, в принципе, не важно. Лучше, чтобы вы понимали природу таких вещей. Поэтому введите дневники снов. В приложении это сейчас очень удобно. Мне уже просто директ завалили такими письмами, что я уже не могу без него жить. Я уже сама без него не могу жить. Я просто перекрестилась, когда я поняла, что мне не надо мои эти стопки дневников возить за собой. Потому что я могу просто в него попасть. Это приложение, посмотреть сон. Почему иногда важны детали? Вот вы когда описываете свой сон, детали описывается. Потому что когда вы понимаете, потом началась реализация, вы посмотрите, что будет дальше и на что не реагировать так, чтобы просто себя не доводить до стрессовой ситуации. Или что надо сделать, чтобы было все нормально. Просто отслеживайте свои сны. Так, про белую нитку иголку я рассказала. Летим дальше. Ссылка на приложение. Если вы смотрите видео в Instagram, она вверху. То есть она в шапке профиля. Если вы смотрите это видео на YouTube, то у нас ссылка на приложение внизу под видео. Введите свои дневники снов. Вам это окупится сторицей миллионы раз. Вика, очень рад. Я тоже рада. Любим вас. И я вас тоже всех люблю. У нас очень редко на проекте, ну, кто-то вот невменяемый попадается. Очень редко. Я просто смотрю иногда другие паблики и как там ругаются или там что такое. У нас хорошее сообщество. То тут фу. Приснилось, что в магазине купила красное платье. Длинное, пышное, очень красивое. Даже видела, как оплатила с карты деньги. Была довольная. Сумма большая была. Когда что-то дорого обходится, дорого стоит, это значит, что оно реально будет дорогое. Либо на самом деле по цене, либо вы заплатите большую цену за то, чтобы это иметь. Это дополнительная характеристика, поскольку вы написали про то, что вы даже видели, что сумма была большая. То, что оно было дорогое. На что здесь обращаем внимание? Магазин. Когда снятся магазины, это просто песни. Сейчас объясню, почему. Я уже два или три раза в разных эфирах рассказывала, но здесь я не могу этот вопрос обойти стороной. Я поясню. Магазины очень часто означают исполнение желаний. Вот просто так банально. Объясню, почему. Если вы во сне видите магазин, можете в него зайти и можете позволить себе купить и при этом еще и на самом деле купить во сне то, что вы хотите, это значит, что у вас была какая-то потребность в чем-то и вы смогли ее реализовать. Если у вас есть какое-то насущное желание в жизни и вам приснится сон, а оно на самом деле будет невозможно к реализации, вы к магазину во сне даже не подойдете. Либо вы подойдете, там будут пустые полки. Либо вы придете, что-то выберете и у вас денег не хватит. Вот настолько это четкий символ подсознания. Магазин. То есть у вас есть какое-то желание и если вы в магазине что-то выбрали и смогли приобрести это желание осуществиться. А теперь идем дальше. Вы купили красное платье. Красное, как правило, это цвет страсти, влюбленности. Я могу только догадываться по совокупности символов, при том, что оно было длинное, красивое, пышное и красное, что ваше желание какое-то касается отношений в личной сфере. И получается, что это ваше желание исполнится. Чего я вам и желаю. Вот. А что значит, если парень, с которым отношения не очень, подарил вас не брошь, дорогую и красивую? Вы знаете, что вот коварный этот символ во снах броши. Если взять базу сбывшихся снов, почему-то броши из-за вот этого аналогии брошен в русском языке. В русском я сейчас говорю для русского языка. Брошь брошена. Это очень часто означает символический подарок на прощание. Лучше во сне от броши отказаться. Я думаю, что вы поняли все. Я уже здесь не буду просто размазывать по тарелке маленькую порцию информации. Я сейчас скажу для вас главное. У нас есть на проекте аффирмация для возврата в сон. Лучше, пока времени много не прошло, вернитесь в сон и откажитесь от брошен. У вас, значит, отношения смогут продолжиться. И если вы не сможете проекцию поменять, то сон станет жесткой проекцией. То есть это будет его прощальный подарок. Сейчас я вас сориентирую. Эта аффирмация есть в книге. Эта аффирмация должна быть на сайте. Попробуйте через поиск набрать «вернуться в сон». Вот фразу «вернуться в сон». И попробуйте найти эту аффирмацию. Потому что в книге как бы там легко найти, а на сайте не очень. На сайте просто очень много информации. Еще это если для вас важно. Если вы готовы с ним расстаться, то я свой комментарий ну как бы считаю просто как дополнение к расшифровке сна. Потому что некоторые с удовольствием с кем-то расстаются. А я так уже прям увидеть похороны родной старшей сестры. Вот здесь мы возвращаемся к символике смерти. Очень часто это, кстати говоря, львиная доля снов. Потому что люди, которые не привыкли запоминать сны, да, они чаще всего эпизодически запоминают те сны, которые очень сильно были эмоционально, эмоционально их потрясли. С сильными эмоциями. Вот тогда сон хорошо запоминается. Это могут быть очень положительные сны. То есть когда сон приснился, такое вдохновение, что потом человек на крыльях может пролетать еще неделю. Они обычно к счастливым событиям. Потому что эмоции не шифруются в символы. Если человек во сне это почувствовал, это в реальности будет то же самое. Вот. И вторая категория сильных по эмоциям снов, это когда ужасы какие-нибудь снятся. Запомните одну вещь, что символика смерти во снах, она не означает смерть. Смерть означают другие символы. У нас даже есть целый вебинар. Потому что одно время, когда много людей вот стали приходить на проект, мне нужно было рассказать и раскрыть эту тему для того, чтобы люди понимали. Не бойтесь этих снов. Это символическая смерть. Вот. Настоящая смерть, она видна по-другому во снах. У нас есть даже вебинар, который называется «Знаки предупреждения», чтобы вы понимали, что это не обязательно плохие сны. Вот теперь к вашему сну. Похороны родной старшей сестры. Похороны означают, что какой-то период жизни у человека закончился. Вот. Это символика похорон. Потому что есть, допустим, символ умершей, да, символ покойника, который реально в жизни уже умер. Это другое означает. Ну, когда такое снизится, там другое значение снов. Есть, когда люди, которые живы, да, вы видите, что они умерли. Это своя символика снов. Здесь главный символ — это похороны. И похоронные процессии, они очень часто снятся, когда заканчивается долгий период каких-то очень сильных переживаний. Вот. Если учесть совокупность, что это похороны вашей старшей родной сестры, если вы просто понимали, что это ее похороны, это значит, что у нее закончился какой-то период жизни. Если вы видели все подробности, то есть понимали, что вот она умершая, да, это может еще означать, что будет определенный разрыв в отношениях. В каком смысле? Ну, например, когда человек куда-то переезжает. Или если люди, это не про ваш сон, но я сейчас просто для того, чтобы оттенок вот это для аспекта вам охарактеризовать, я расскажу пример. Когда вы с кем-то общаетесь и видите, что человек умирает. Это значит, что он в каком-то смысле умирает для вас. Что это означает? Это значит, что такими отношениями, как раньше между вами, уже такого не будет. В каком-то смысле этот человек умирает для вас. Это может быть связано с тем, что человек куда-то уйдет, куда-то уедет. Не в плохом смысле. Но просто уже уровень общения будет другой. Вы не написали подробности, поэтому я говорю только общую характеристику, потому что там, я так думаю, что было больше информации, где все это было, кто, какие люди присутствовали, что вы при этом чувствовали, какой был цвет одежды. Это всегда часто бывает, поэтому тоже можно охарактеризовать дальше ситуацию. Очень часто снится бывший, с которым рассталась сама. Во сне мы меряемся, и после сна всегда эмоции и чувства к нему. О чем это? Ну, это тоже самое, одна из самых популярных категорий сновидений. Понимаете, от чего здесь нужно отталкиваться, когда вы расшифровываете такой сон? Если вы сами вспоминаете человека, да, то он может вам сниться. Потому что, когда у нас на чем-то фокусировка, на чем-то или на ком-то, идет информация, и дальше уже с этой информацией надо разбираться, отталкиваясь от того, какое у вас субъективное восприятие того, что у вас не происходит. Вот смотрите, если были какие-то положительные моменты в общении с ним, да, и он вам снится, и что вы миритесь, это может означать примирение к чему-то, что было в прошлом и вас не устроило. Это может быть не обязательно этот человек, если вы вообще не общаетесь, и не собираетесь общаться. Это может быть примирение в каких-то ситуациях, которые вам напоминают вот общение с ним и то, что с вами произошло. Вот иногда людям снится, что им снятся бывшие. Ну, я здесь про личную буду жизнь говорить, потому что так будет более правильно в данном случае, потому что мы уже знаем, что ваши отношения, они из личной сферы. То есть это не бывшая подружка, там, не бывший какой-то классный руководитель, не бывший сотрудник, а личная жизнь. Когда снятся люди из прошлого, и они именно из сферы личных отношений, это не обязательно, что вы с ними сойдетесь. Да? Если вот эмоционально приятный сон, это значит, что какое-то примирение произойдет, или повтор чего-то, что вам нравилось в отношениях с ними. Здесь уже нужно отталкиваться от того, что было накануне. Вот. Это то, что я могу сказать, исходя из контекста вашего сна. Тут тоже можно больше подробностей дать, но это нужно, чтобы вы более подробно сон написали. Так, поехали дальше. Так. Во сне все время ищу или примеряю одежду, но ничего подходящего не нахожу, и все время куда-то опаздываю. Когда во снах что-то примеряют, это значит, что в реальной жизни в это же время пытаются найти себя в чем-то, либо в отношениях, либо, может быть, в каком-то деле или работе. Здесь это определяется по тому, какая была одежда. Потому что если эта одежда, которую вы мерили, была деловая, то это значит, что вы пытаетесь найти какую-то работу себе или дело, которым вам нравится заниматься. Если это была одежда... Ну, вы просто не написали. Я уже пару категорий таких снов приведу и характеристик. Если это одежда, которая больше для личного пользования, либо она такая, когда вы на встречу с кем-то ходите, просто вот в жизни, допустим, платье, да, вот как мы и разбирали уж сон, это может касаться личной жизни, когда вы перебираете партнеров. В каком смысле? Что вы, например, на кого-то смотрите, да, понимаете, что потенциально могли бы с этим человеком сойтись, но начинайте общаться и понимаете, что это не ваш человек. Это синхронизация такая. А вот вторая часть, что я все время куда-то опаздываю, многим людям, я бы даже сказала, что всем людям в определенные периоды жизни может сниться серия снов. Обычно такие сны, они повторяются. То есть нет такого, что один раз приснился сон. Вот именно с этой символикой опоздание или попытки куда-то успеть, или ощущение, вот как течет время, идет время, да, и кажется, что не успеваете. Оно синхронизировано с ощущением в жизни в это же время. Это не сны о будущем. Это сны о том, что сейчас происходит. Ну вот по такой символике это можно определить, что вы действительно куда-то опаздываете. Вот у вас постоянно в жизни, да, ощущение, что время идет, и вы что-то, что для вас важно, не успеваете сделать. Поэтому вам снятся сны, что вы опаздываете. Это не сны о будущем. Они ничего не говорят. Это сны, которые ваше внутреннее состояние вот таким образом проецируют на ваше сновидение. Что можно вам рекомендовать? Сделайте что-то, вот сделайте реально в жизни что-то, что вас приблизит к тому, что вам нужно. Либо просто успокойтесь, если вы понимаете, что это от вас не зависит. А вообще, девушка, вот я не вижу вашего имени. У нас 12 сентября будет следующий старт фестиваля исполнения желаний. Вот я вам очень рекомендую, у вас после этого изменится все, и оно изменится к лучшему. Потому что там все вот эти схемы, они есть. Это законы. Законы нашей жизни, которые, если вы делаете, оно не может не получиться. Их лучше знать. Потому что люди очень много лет своих жизней могут тратить на то, что они просто топчутся на месте. Просто потому, что не знают, как правильно сделать. А все уже давно могло бы сдвинуться с места и в нужном направлении. регистрация. Зайдите на любую страницу сайта. А, я в сторис часто даю. Там написано либо загадать желание, либо исполнение желания. Просто перейдите и напишите «Участвую желание». Я вас зарегистрирую и пришлю всю информацию. Друзья, у нас сегодня уже наше время эфира подошло к концу. Я вам была всем рада. Всем прекрасных, мистических, снова хорошей реализации. Я надолго не прощаюсь. И анонсы эфиров я даю в сторис. Не забывайте. Просто иногда заглядывайте. Если видите, что будет, я так и пишу, что завтра эфир, сегодня эфир. То имейте в виду, что вечером мы встретимся по московскому времени. Это примерно, вот в данное время, это примерно время около восьми. Все. Всем пока.